Традиция «Здоровый коллектив» на первых весенних праздничных выходных прошел традиционный лыжный праздник горно-химического комбината. Сегодня можно смело говорить, что это мероприятие приобретает статус городского. Бодростью духа вместе с работниками комбината и их семьями заряжалась Юлия Третьякова. Здравствуйте, товарищи участники! Поздравляю вас с проведением традиционного зимнего праздника горно-химического комбината. Должен сказать, что 2013 год мы с вами поработали на славу, достойно. И бонус, который мы заработали, будет выплачен ускоренными темпами в апреле в полном объеме. С чем вас и поздравляю! Позитивные новости и поздравления генерального директора горно-химического комбината открыли традиционный весенний праздник здоровья. В этом году состязания были символичными и проходили под знаком 22-х Олимпийских игр. Ведь в рядах организаторов и болельщиков – железногорский олимпиец Николай Хринков. Субтитры создавал DimaTorzok Открыли традиционную лыжную гонку дети. Это самый забавный массовый забег. Каждый малыш бежит на свой личный рекорд. И неважно время, проведенное на дистанции. Все знают, что на финише бобслист. Человек-легенда Николай Хринков угостит шоколадкой. А еще важно, что мама и папа рядом. И они – самые преданные болельщики. Взрослые готовились к стартам посерьезнее. В этом году среди участников праздника были те, кто решился встать на лыжи впервые или спустя очень много лет. Но были, конечно, и опытные спортсмены. У каждого из них своя стратегия. Природа, лыжи. Сколько побежите? Два километра. Стратегия есть? Есть. Какая? Победа. Если упал, то поднимайся. Хорошая погода, выходные дни. Почему бы не поучаствовать? А стратегия есть? Нет, главное участие. Это сидеть на пятках у соперника. Ни пуха, ни пера. Спасибо. Чёрту. Чёрта. Гонку опытных выиграл Пётр Гаврилов. Говорит, что ему, безусловно, помог опыт систематической тренировки и мощный профессиональный старт. Такой, всего 500 метров, надо бежать со старта. Бежать очень быстро. И сразу надо убежать в отрыв, потому что обычно на старте бывают завалы. Где завал, там ломают лыжи, палки и всё такое. Поэтому, чтобы не попасть под завал, надо сразу умчаться вперёд. Ну, а там уже на сколько сил хватит. Вот и вся стратегия. Бежать изо всех сил. Кроме лыжных гонок, на празднике была масса народных спортивных забав. Вот метание валенка. Казалось бы, что тут такого. А чтобы справиться и выиграть, нужна сноровка и сила плечевого пояса. Вот русские богатыри толкают гирю от плеча. И это не монтаж. 41, 42, 43, 44. Ну, это развивает человека как физически, так и духовно. Пришёл, насладился обстановкой, красотой. Хорошая погода, свежий воздух. Ну, очень и самому приятно покататься. Нравится. Это хороший просто праздник. Это не гонка. Это праздник. Сюда люди приходят с семьями. Встречаются коллективом с семьями. То есть, укрепляется такой командный дух. Это основная цель этого праздника. А вы вообще на лыжах бегаете? Нет. На коньках. В чём большой плюс умения кататься на лыжах? В дружбе. Чтоб дружба победила и всё. Главное участие. Это минус все болезни. Это минус плохое настроение. Это куча переделанных дел. Как бы это ни хотелось, но их просто хочется выполнять. Потому что, нагулявшись по свежему воздуху, мы получаем такой заряд. Просто великолепно. Праздник удался. А главное заложено здоровое, настоящее и искреннее традиции. Быть вместе и радоваться маленьким победам каждый день. И ещё. Генеральный директор горнохимического комбината в интервью с журналистом отметил, что именно массовый спорт и желание трудиться воспитывают олимпийских чемпионов. А таким городам, как наш, позволяют получать статус территории опережающего развития. Исторически наши города, города Росатома, были территориями опережающего развития. И, собственно, создавали все необходимые условия для того, чтобы люди жили комфортно. Имели хорошее образование. Дети получали в школах. Люди имели хорошее медицинское обслуживание. Ну и, конечно же, спорт. Потому что там, где спорт и труд, как известно, рядом живут. Поэтому есть все условия для этого. И Николай Хринков как раз доказательство того, что здесь созданы все необходимые условия для развития спортивно-массовой работы.